Поклонники Михаила Михайловича, похороненного на Новодевичьем кладбище, считают, что родные покойного допустили ошибку. Похороны Жванецкого, который скончался на 87-м году жизни, прошли в закрытом режиме из-за пандемии. Проститься с писателем смогли только близкие и друзья покойного, в числе которых были вдова Жванецкого, Наталья, а также Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Розенбаум, Клара Новикова и другие. Зато на следующий день после траурной церемонии, когда Новодевичье кладбище заработало уже в будничном режиме, на могилу Михаила Михайловича Жванецкого пришли его многочисленные поклонники. Люди с любопытством разглядывали многочисленные венки, в которых буквально утонула могила писателя Сатирика, расположенная по соседству с могилой режиссера Марка Захарова. Однако посетители кладбища были шокированы. Дело даже не в том, что на могиле Жванецкого, который не скрывал и справедливо не стеснялся своего еврейского происхождения, установлен православный крест. И не в отсутствии памятника, похороны прошли на днях, и монумент, достойный писателя, еще обязательно появится на его могиле. Поклонники Жванецкого находятся в замешательстве из-за отчества, которое значится на фото на могиле Сатирика. Маньевич. Жванецкого, как Михаила Михайловича, так его называли и в программе «Дежурный по стране», которую он вел на протяжении многих лет. Эта вдова, наверное, перепутала. Возмущается дама пенсионного возраста в белой шляпе. Никакой он не Маньевич. Откуда это вообще взялось? Да, это здесь на кладбище скорее всего напортачили, когда готовили фото, подключаются к разговору мужчина средних лет. У них тут поток, вот и прицепили отчество от другого покойника. На самом деле отца Жванецкого звали Эммануил Моисеевич. Он был врачом, ближе всех к истине оказалась молодая девушка, успевшая найти ответ в интернете. Откуда же взялось это чужое отчество, Маньевич? Помочь разобраться в этой загадке собоседник.ру попросил близких друзей писателя, Владимира Винокура и Клару Новикову. Народная артистка РФ Клара Новикова призналась нам, что и сама называла Жванецкого Михаилом Михайловичем. Однако она знала, своего отца писатель звал Мане. У евреев часто бывает, что ты Михайлович или Иванович, а на самом деле ты Иосифович, говорит Клара Борисовна. Подробно об этом я никогда не расспрашивала ни Михаила Михайловича, ни его маму Раису Яковлевну, с которой была знакома. Михаил Михайлович много шутил на эту тему, но это были одесские шутки, добавляет Клара Новикова. Его обожали в Израиле, с ним там прощались так же, как и здесь, в Москве. Он вырос в Одессе, в еврейском дворе. Его еврейское происхождение было настолько очевидным, что об этом не нужно было говорить. Владимир Винокур предложил свое объяснение тайне отчества Жванецкого, Михайлович, по-еврейски Маньевич. А вы думали, он англичанин? Отшутился Владимир Натанович. И уже более серьезным тоном Винокур продолжил. Никто не может объяснить, почему Маньевич. Только Миша мог, но он никогда не объяснял. С отцом Жванецкого я знаком лично не был, но много о нем слышал от самого Михаил Михайловича. Владимир Натанович долгое время дружил с сатириком, однако на похороны друга не пришел. Этот год, увы, и стал богат на смерти известных артистов. Я оставляю в памяти живого человека, поэтому на прощание практически никогда не хожу. Не хочу видеть финал, не живое тело. Миша для меня жив, добавил Винокур. Миша прав был, когда говорил, как и мой отец, все по части при жизни. Ему нравилась моя шутка, которую я сказал на юбилее, что такое юбилей? Это когда много цветов, а ты все слышишь. Он говорил, представляешь, Вова, когда случится эта беда, огромное количество людей будут о нас говорить. А мы не будем это слышать и не будем знать, насколько это правда. Миша гордился своим происхождением и с большой иронией относился к тем, кто переживает из-за еврейства и кому мерещится везде антисемитизм, признался Владимир Натанович. Помню, он шутил, самая веселая нация – это евреи, и высказывание это придумали евреи.